Музыка Здравствуйте, ребята! Мы начинаем изучать новый раздел «Выдающиеся личности народа Казахстана». Тема урока «Выдающиеся личности в истории Казахстана». Публицистический стиль Цели урока Ты узнаешь, какие выдающиеся личности были в истории Казахстана, каковы особенности публицистического стиля. Ты научишься распознавать характерные черты и языковые особенности текстов публицистического стиля. Ребята, слово «Выдающийся» ключевое в теме урока. Каково его лексическое значение? Подберите синонимы к слову «Выдающийся». Синонимами к слову «Выдающийся» являются следующие слова. Величайший, особенный, исключительный, замечательный. Кто же является выдающейся личностью? Почему этих людей считают выдающимися? Чтобы понять, обратимся к толковому словарю. «Выдающийся», то есть «выделяющийся среди других», «замечательный», «отличный». Послушайте текст об одной выдающейся личности нашей страны. Под этим именем в историю Казахстана вошел знаменитый исследователь казахских земель, культуры, этнографии, языка и фольклора. Правнук хана Абылая стал знаменит благодаря своей учености и любви к народу. Он был сыном старшего султана, поэтому получил прекрасное образование. Сначала учился в казахской школе, а потом в военном училище в Омске. У него была возможность общаться с лучшими певцами и поэтами, учеными и мудрецами. Он записывал их сказания, народные поэмы, легенды. Благодаря учебе в кадетском корпусе он получил системные знания по географии родного края. Путешествуя по землям Казахстана, изучил их растительный и зоологический мир, природные ископаемые, экономику, фольклор. Его исследования стали частью трудов императорского географического общества. Они составили основу научно-практических сведений о Средней Азии. Благодаря ему были созданы новейшие географические карты этих территорий, что было крайне необходимым для дальнейшего изучения и освоения региона. Я думаю, что вы верно определили. Это, конечно, Шокан Валиханов. Почему Шоканова-Валиханова относят к выдающимся историческим личностям? Подумайте. Будучи великим учёным-востоковедом, путешественником, исследователем, художником, он внёс огромный вклад в развитие нашей страны. А в грамматической теме, ребята, мы с вами вспомним стилистику языка. Что изучает стилистика? Из курса пятого класса мы знаем, что стилистика изучает стили речи. Стили речи мы с вами можем разделить на две группы. В первую группу мы отнесём разговорный стиль, а во вторую – книжный. Сфера применения разговорного стиля – преимущественно устное, неофициальное общение в быту. А вот к книжному стилю мы относим официально деловой, публицистический, научный, художественный стиль. Особое внимание мы на уроке уделим публицистическому стилю. Публицистический стиль – это стиль, в основе которого лежит воздействие на читателя с помощью убеждения, влияния на его мысли и поступки. В чём особенность публицистического стиля? Публицистический стиль называют официальным стилем газет, журналов, выступлений по телевидению, радио, информационных и аналитических передач, публикаций в интернете. Цель публицистической речи – информирование и воздействие. Общими чертами этого стиля можно назвать Эмоциональность и образность речи для создания необходимой атмосферы. Оценочность и уверенность для заинтересованности. Логика изложения с опорой на неопровержимые факты для придания речи достоверности и информативности. Призыв читателей или слушателей к действию и общедоступности. Лёгкое и внятное изложение. Эти черты выражаются при помощи лексических, грамматических единиц, изобразительно-выразительных средств. Прослушайте текст, который продолжит нашу лексическую тему. Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И всё, что мы делаем доброго, прибавляет ему силу. Но всякое дерево имеет корни, которые питают его, связывают с землёй. Корни – это наша история. Дела дедов и пращуров, славные имена полководцев, поэтов и учёных. Человеку надо знать свои корни, и тогда всё, что он делает, будет овеяно мастерством его предшественников, красотой, наполненной в веках. Давайте же будем помнить об этих корнях. Выполните стилистический анализ текста, ответив на вопросы. Какова функция данного текста? К чему призывает автор? Какие языковые особенности можно выделить в тексте? К какому стилю речи относится данный текст? Проверьте себя. Какова функция данного текста? Сообщение информации, воздействие на читателя и слушателя. К чему призывает автор текста? Автор призывает помнить об истории наших предков. Какие языковые особенности можно выделить в тексте? Оценочность, добрые дела, мастерство предшественников, красота. Изобразительно-выразительные средства, подобно дереву. Побудительные предложения. Давайте же будем помнить об этих корнях. К какому стилю речи относится данный текст? Данный текст относится к публицистическому стилю. Публицистический стиль употребляется в сфере политических, общественных и культурных отношений. Информация предназначена не для узкого круга специалистов, а для широких слоев общества. Причем воздействие направлено не только на разум, но и на чувства адресата. Сегодня на уроке ты узнал, какие выдающиеся личности были в истории Казахстана, каковы особенности публицистического стиля. Ты научился распознавать характерные черты и языковые особенности текста публицистического стиля. И, подводя итог, предлагаю вам продолжить предложение. Сегодня на уроке я узнал, открыл для себя. Я научился, смог. Я не понял, но... Желаю вам успехов! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok